Всем привет! Приветствую на канале История в монете. Но сегодня мы пообщаемся не о монетах, а будет второй видос о банкнотах, а конкретнее о браках на банкнотах. Первый видос был посвящен редким банкнотам серии замещения. Сегодня же будут браки. Наверное многие знают, что браки бывают на монетах и некоторые из них стоят весьма таки хороших денег, но браки так же бывают и на банкнотах. Давайте разберемся, чего интересного вам может встретиться в обращении и сколько все это добро может стоить. Итак, самый первый брак, такой не очень интересный по цене, как вы наверное уже видите, это так называемый обкляч. Он очень часто встречается на марках, но бывает и на банкнотах. То есть это отображение с другого листа с другой банкноты. Конкретно в этом случае, как вы видите на портрете Леси Украинки, отображение башни Луцкого замка, который изображен на другой стороне такой банкноты. Но как видите особого интереса на торгах она не вызвала, набрав всего 214 гривен. Если учесть комиссию 6%, ну можно сказать, что ушла она практически по номиналу, но все же на такие банкноты конечно стоит обращать внимание. Дальше, чего интересного у нас бывает, это редкий брак перевертыш. Вот, к примеру, это гривна, то есть вы видите, что одна сторона в соотношении к другой перевернута. Это естественно редкий брак, стоит он хороших денег, кстати так же как и на монетах. И, как мы видим, этот лот продан за 1500 гривен. Дальше, может так случиться, что бона, банкнота, будет иметь непрокрас, то есть какая-то ее часть или одна сторона будет без краски. К примеру, как эта гривна 92-го, которая была продана за 1000 гривен. Одна сторона совершенно стандартная, но другая, как вы видите, не имеет совершенно никакого изображения. Вот такой весьма любопытный брак, правда очень сомнительно, что вы найдете его в обращении, так как он сразу же бросается в глаза. Разве что может быть из какой-то банковской пачки. Если он пройдет сортировку на производстве, попадет в банковскую пачку, ну с пачки может быть вы его поймаете или с банкомата, по той причине, что в обращении такой брак, наверное, моментально привлечет в себе внимание. Итак, несколько браков мы рассмотрели, еще чего интересного бывает, это, к примеру, браки водяных знаков. Вот на этой пятидесятке 50 гривен перевернутый водяной знак. Точной цены на такую банкноту я не нашел, но насколько отписывали на форуме банистов, кстати, в 2018 году это все было, поэтому цены актуальны. На форуме владельцу отписывали, что такая банкнота может стоить до 1000 долларов и были проходы по 1000 долларов таких банкнот. Поэтому, конечно, стоит это все на браке пересматривать. Ну, к примеру, я стандартно смотрю там и ходячку, и банкноты. Ну, кроме таких немножко более интересных номеров, ничего толкового не попадалось. До несколько там чуть более интересных штампов ходячки. Но я не ищу целенаправленно, я просто просматриваю сдачу. Просматривайте и вы, может быть, и вам встретится какой-то девайс за 1000 долларов. А на этом всем спасибо за просмотр и всем удачи!